которые вы воспринимаете в сознании, что нечто обладает определенным цветом, определенной плотностью и так далее. И Гуру Махарадж сообщает нам, что совокупность субъективных концепций составляет собой объект. Итак, он говорит, весь мир плавает в сознании. В индивидуальном, коллективном и вселенском сознании. Это очень мощная и освобождающая мысль. Есть ли еще вопросы? Вы оттекли, а затем вы. Что можно делать сейчас? Как себя готовить? И еще, если можно, что нас ждать у нас там? Что мы должны делать сейчас, чтобы приготовить себя, чтобы общаться с этим источником? И вторая вопрос, если я могу, что мы должны ждать в 2012 году? Я отвечу вторую вопросу. Начну со второго. Готовьтесь к 2013 году. Если мы доживем. Так что я обрабатывал это обе стороны. И чтобы общаться с этим, это, ну, видите, опять же, есть эти два различных отношения. А чтобы соприкоснуться с этим, есть два возможных подхода. Мы видим, слышим, осязаем, обоняем, чувствуем вкус. Получаем чувственный опыт. Но мы также понимаем ограниченность своего чувственного восприятия. И это позволяет нам интеракт с другими и хотим поделиться опытом. И все время мы заняты этим. Даже если говорим о каких-то тривиальных подробностях, как добраться. You know, oh, I went this way, someone else went. Oh, I know a better way. Кто-то говорит, вот я отправился таким-то путем. Кто-то говорит, а я знаю другой маршрут. So we have individual experience. Then there's collective experience. Итак, существует индивидуальное восприятие. Существует коллективное восприятие. Коллективный опыт. Then there are those great thinkers or realized souls, as the case might be, who live before us. where we have that, how do you say, adds to the pool of collective human knowledge and understanding. Наконец, существуют великие люди прошлого, великие мыслители, быть может, великие души. И мы хотим добавить их опыт, их впечатление во всеобщий накопитель, во всеобщую базу человеческого знания. And what we're doing now with the internet and information technology is creating a database of the sum total of all human knowledge and making it accessible to everyone. И, по сути, сейчас, благодаря интернету и другим современным технологиям, человечество подготавливает огромную базу данных, которая явит собой совокупность всего знания, доступного человечеству до настоящего дня. But if you see this as a scenario, it means we're trying to broaden the range of admittedly limited defective experience. Но, по сути, если честно, эти попытки означают всего лишь надежду скорректировать или скомпенсировать наше несовершенное восприятие, наш несовершенный опыт. And that's why, even having such a database, you can't... it won't be able to answer your question. Именно поэтому, даже если у вас появится такая база данных со знанием всего человечества, то она не ответит вам на все ваши вопросы. Otherwise, we'll just carry our computer around and then, you know, express our feelings. Of course, there's some people who would argue in favor of this, but we'll express our feelings into the computer and then it will give us an answer or tell us what to do. А иначе любой человек мог бы носить с собой мобильный компьютер, в который он мог бы задавать свои вопросы, выражать свои чувства, переживания и затем исполнять то, что говорит ему компьютер, следовать его советам. Один человек сказал, что в будущем останется только два вида людей, а именно, люди, которые указывают компьютерам, что делать, и те люди, которым компьютеры указывают, что делать. Which one are you? Который из них вы? И что-то в этом предположении доставляет мне дискомфорт. Но я вижу, что вот он улыбается. Итак, если подытожить, о чем мы говорим, что совокупность ограниченных величин никогда не станет безгранична. So does that mean that we can never know the infinite? Означает ли это, что мы никак не можем познать безграничное? It'll just be we're expanding the range of finite, it's not truly infinite, what we're capable of connecting with. что все, что мы можем обрести, все, с чем мы можем найти связь, это не более, чем все время расширяющаяся, но ограниченная сфера нашего ограниченного опыта. So once someone challenged our guru, he said, if the finite can know the infinite, that's not the infinite. Однажды некий человек бросил вызов нашему guru Махараджу, сказав, если ограниченное может познать безграничное, то это не может быть безграничным. And his answer was, if the infinite cannot make himself known to the finite, he's not infinite. На что тот отвечал, если безграничное не может раскрыть себя перед ограниченным, тогда это не безграничное. So we will concede, yes, by finite means the infinite is beyond human comprehension or verification. Поэтому мы согласны уступить, признать, да, никакими ограниченными способами, никакой совокупностью ограниченного человеческого знания невозможно постичь безграничное. But it's within the prerogative of the infinite to make himself known to the finite. Но в силах безграничного раскрыть себя перед ограниченным. и в этом лежит основа теистической культуры и ее перспективы и возможности. So this point in the direction of revealed truth это направляет нас в сторону истинной откровения. Not empiric ascending knowledge but descending knowledge. Не эмпирического восходящего познания, но нисходящего знания истинной откровения. that we find in the Vedic scriptures and in the living scriptures and the saints interpreters of those scriptures. И мы находим это в священных писаниях, в ведах и также в живых писаниях, а именно великих святых, которые способны раскрыть смысл писаний. by associating with them it can come to you. Когда вы общаетесь с ними, это может прийти и к вам. кришна говорим, что от какой сущности человек думает в момент смерти, в такую сущность она превращается. Ведь так кришна толпы